За год в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России Чувашия поднялась с 9 на 6 место. Как удержать позиции и продвинуться вперед, обсудили на заседании Совета по инвестиционной привлекательности. В работе участвовали члены комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Национальный рейтинг за два года существования доказал свою эффективность и стал действенным инструментом выявления и распространения лучших управленческих практик в стране. Финансовый рынок один для всех Российской Федерации. Мы не имеем даже своего национального банка, мы не можем другие какие-то установки делать и влиять на эти процессы. Раз финансовый рынок России имеет единое пространство, у нас показателей должны улучшаться, конкурентной среды достаточно. Несмотря на то, что достигнут хороший результат, нам есть на чем работать в текущем году. Болевые точки экономики республики определили, не выходя из зала заседания. Конкуренция в текущем году будет жестокая, и поэтому я не могу не обойти проблемное место. У нас ухудшилась ситуация, это среднее количество процедур необходимо для регистрации предприятий, то есть мы вошли в группу С. Это негативно отражается на бизнесе. Михаил Игнатьев отметил, что вопрос с излишними проверками надо решать незамедлительно. Бумажная волокита не должна быть камнем преткновения в отношениях бизнес-сообщества и представителей власти. Работа в этом направлении уже началась. Уже с апреля 2015 года у нас отменена обязательность печати хозяйственных обществ. Если раньше государственная регистрация при создании организации была 5 рабочих дней, то сейчас срок сокращен до 3 рабочих дней со дня представления необходимых документов. Между тем, глава республики отметил, что Чувашия не только улучшила свою позицию на федеральном уровне, но и вошла в тройку лидеров по Привожскому федеральному округу. Для того, чтобы удерживать этот уровень, органам власти совместно с бизнес-сообществом необходимо продолжать работу по совершенствованию законодательства, внедряя по предложениям инвесторов привлекательные формы поддержки.